Баллон находится внутри громадной большой ёмкости, в которой давление может меняться. В начальный момент давление одинаково и в баллоне, и в этой большой ёмкости. И потом начинается уменьшение давления в большой ёмкости. Построить сформурую зависимость скорости от отношения давления в баллоне к давлению в большой ёмкости. Ну, ёмкость. Поднимаем баллон в атмосферу, выше, 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 автоматом. Да? Давление вне уменьшается, соответственно, начинается истечение в баллоне, давление тоже падает. Истечение принимаем, истечение через дырку. То есть в начальный момент, когда перепада давления нет, давление одинаковое, и там, и там скорости никакой нет, расхода нет. Как только внешнее давление уменьшилось, значит, перепад появился, поэтому задачу будем решать, с какой скоростью меняется давление в большом баллоне, уменьшается, только в одну сторону, так сказано, уменьшается. Соответственно, уменьшается и давление в малом баллоне. Но при этом состояние в каждый данный момент, в каждый данный момент мы определяем состояние в баллоне в зависимости... Ну, давление в баллоне определяется давлением во внешней среде, пока истечение происходит с дозвуковой скоростью. Причем состояние, ну или скорость в отверстии, она при этом возрастает по мере уменьшения давления. Ну, внешний баллон будем называть внешней средой. Давление будем обозначать как P-дисконечный. И будем строить вот эту самую функцию. Я поясню. Число лямбда, коэффициент скорости. Лямбда как функция P-баллона. Значит, в баллоне считаем, что изменения, кинематические изменения. Так, это кто пришел? Тауренис. И еще Анисович подключился. Так, кто включился? Анисович. Анисович. Так, где Тауренис? Вот эта величина. Ну, давление в баллоне – это давление в каждый данный момент покоящегося газа внутри баллона, малого баллона. То есть P0, по сути дела. То есть там всюду состояние покоя, только в малой окрестности, вблизи дырки скорости. Отличная от нуля и нарастает до максимальной скорости в отверстии. Значит, ну вот это P с чертой. Назовем вот это иначе. Вот это отношение к P с чертой. В начальном состоянии P с чертой – единица, да? P с чертой может меняться только в этих пределах. От единицы до нуля. В пределе. Значит, по мере уменьшения давления во внешней среде, по мере уменьшения P с чертой, скорость в дырке будет до звуковой оставаться до каких пор? Истечение будет до звуковое, и давление в дырке будет равняться внешнему давлению. Правда ведь? Раз до звуковое истечение. И только до того момента этот будет наблюдаться такое явление, пока скорость в дырке не станет равной местной скорости звука. Правильно? При этом давление в этот момент, давление еще равняется давлению внешней среды, а раз скорость звука, то по отношению к давлению в баллоне, давление в дырке – это критическое давление, и скорость равняется местной. Так, P с чертой. Ну, это где-то для двухатомного газа, где-то в районе половинки. Где-то вот так. Значит, это P с чертой критической. Ну, формула, наверное, все-таки где-то там у вас. Ну, P0 я сразу ставлю. Ну, вот если капа, показатель арабаты 1,4, как для воздуха принято считать, мы получаем 0,528. Ну, если 4 цифры, то 5283. Можно и дальше цифры продолжать уточнять, но обойдемся этим. Вот так. Значит, вот до этого момента число лямда меньше единицы. А после того, как внешнее давление стало меньше, в P с чертой стало меньше критического, меньше критического, то безразмерная скорость в дырке достигнувшей, как минимальное сечение достигнувшей лямда равного единице, после этого вплоть до полного вакуума перестает меняться и остается равной единице. единице, вот, до этого момента до нуля. Ну, а здесь, значит, она ведет себя, как здесь надо. Истечение, истечение изоэнтропическое, и связь между давлением в баллоне и давлением во внешней среде для дозвуковой скорости значит, P баллона к P внешней равняется значит, единица, минус, ну, раз К по я обозначил, давайте. Вот связь. Для каждого значения обратная величина у нас здесь стоит здесь это P в чертой минус 1 для каждого, задавая любое значение вот в этом промежутке P с чертой мы находим лямбда соответствующая этому значению. То есть эта зависимость, вот она функциональная зависимость вот кривой на этом участке. Здесь легко определить, что производная от этой кривой P с чертой единица д лямбда по D P с чертой будет бесконечность. То есть отвесным образом. Ну, а здесь точка излома. И кто интересуется дальше математической особенностью этой кривой то она же точка перегиба в то же время. Ну, вот то, что касается этой задачи. Время истечения как по-вашему? Конечное или бесконечное? Вот если P с чертой меняется до нуля поднимается в космос. Масса в баллоне конечная, правильно? Масса конечная. И массовый расход, секундный массовый расход при конечных значениях в баллоне и конечных значениях во внешней среде. он конечен и убывает, и убывает, правильно? Монотонно убывает. Монотонно убывает. И убывает расход до нуля, правильно? До нуля. То есть с убывающим расходом. то есть и давление сравняется только через бесконечное время. Потому что расход обнуляется через бесконечное время. Только. Значит и масса содержащаяся в баллоне газа обнуляется через бесконечно большое время. Ну ладно. Могли бы и громче. Не про себя это сказать, а громче. Хорошо. Значит, на всякий случай это пускай остается. Так, задача 1.18. Значит, как она у нас звучит? Задача 1.18 звучит так. В орбитальной станции. Ну, по-моему, я даже читал в прошлый раз. Объем 100 кубометров образовалось отверстие диаметром 3 сантиметра. Определить время, за которое давление в станции упадет в два раза. Считать процесс адиабатическим. Ну, это для того, чтобы напоминание вам. По идее, вы должны сами принять принять такое решение. Потому что подобная задача, ну, есть такой задачник Давидсон, автор Давидсон. Ну, не знаю, жив он или нет, издан, первые издания очень давнишние, переизданий долго не было, и тоже последние переиздания тоже было достаточно давно. Там много задач. Он называется прикладная газовая динамика в задачах. Автор Давидсон. Одна фамилия. И Дартигенсон никакого отношения к Давидсону не имеет. И вот там задача есть истечение из баллона. 40-литровый баллон, истечение через дырку, и там при допущении считать процесс изотермическим. То есть температура в баллоне остается неизменной в процессе истечения. Ну, для орбитальной станции, наверное, это допущение несправедливо. Принимаются все усилия, когда на МКС как минимальная особенность теплоотдачи от станции. Ограничивая всячески. То есть ближе процесс считать изоэнтропическим. То есть каждая частица воздуха, ну, атмосфера там, воздушная создается атмосфера, каждая частица воздуха при истечении через дырку в космос воздуха из станции, внутри станции каждая, давление в ней падает и расширение этой частицы, жидкой частицы в постоянной массе происходит изоэнтропическим образом. Достаточно медленно процесс происходит квазистатически. То есть принять надо процесс истечения адиабатическим и даже более точно раз он адиабатический воздух принимаем идеальным газом, естественно, и, значит, изоэнтропически там всё это происходит. Ну и тогда надо это учитывать. Значит, отверстие принимает, ну, как есть дырочка. Так, здесь мне наиболее симпатичное решение разные варианты. Ну, ладно. Значит, через дырку быстренько тогда я выписываю. Значит, абсолютная величина расхода через дырку истечения будет всё время, не только до того момента, пока давление в два раза упадёт по отношению к начальному станции, оно всё время будет, поскольку считаем в космосе пустота, вакуум, оно всё время будет критическим в дырке. Понятно, да? масса в станции минус масса убывает дырке. Спасибо. Ну, К, по-моему, назначил, да. Ну, преобразование, да, понятно. Значит, давайте так. Я назову это. Два нолика – это начальный момент времени. Значит, здесь тогда П0, П0,0, Р0,0,0. Ну, внутри станции скорость равна нулю, поэтому обозначаем параметры, как параметры торможения. А два нолика в начальный момент, эти же параметры, но в начальный момент, в момент образования дырки. Ну, вот, перешли к давлениям. Так, а с другой стороны, с другой стороны, этот расход равен минус, вот этот самый коэффициент расхода. П0, корень из Т0, и на ПД, отверстие в квадрате, на 4. Ну, в отверстии с ко лямбда единицы, поэтому ко от лямбда, который здесь поставить надо, оно равняется единице. Ну, и здесь то же самое преобразование эти делаем, равняется минус. Ну, вот этот коэффициент, он известен для воздуха, 0,0,405 в системе Си. Значит, снова пишем П0 к П0,0, корень из Т0 к Т0,0. Ну, условно пишем, что С-отверстие, помноженное, значит, П0,0 на корень из Т0,0. Правильно? Ну, думаю, что правильно. Значит, равняется это на это и на это. Это начальное. Н с точкой, ну, по абсолютной величине, абсолютная величина расхода. Значит, это не производная по времени, а так условно. Значит, это 0,0. Ну, или вот так сразу напишу. От нуля по времени. Ну, и здесь, значит, П0 на П0,0. Корень РО,0 виноват. П0 на П0,0. В какой степени? Наоборот. Ну, чтобы не ломать голову, лучше я подсмотрю. Ну, ладно, немножко замрём, чтобы здесь степень правильно написать. Значит, понятно, у всех в памяти застряло, что ПКП0 равняется РОКРУ,0 в степени Капа. Вот. А остальные, другие преобразования, связанные с другими параметрами состояния газа, эти степени приходится всё-таки некоторым усилием воспроизводить мозговым. Да, по-моему, всё-таки именно так. К на К без единицы. Ну, и окончательно, значит, здесь, когда эти все преобразования сделаем, то, значит, М с точкой от нуля, 0 в момент времени, Т0, значит, так. И, значит, здесь извлекаем, когда корень, получаем К на 2, К без единицы. Единица, единица минус К на 2, К без единицы. Что это даёт? 2К минус 2 минус К, а здесь 2 на К без единицы. Значит, К минус 2, да? Значит, К минус 2, 2 минус К, нет. Правильно, 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 2 минус К на 2, К без единицы. Вот что-то в таком духе. Надеюсь, что правильно. Ну, и окончательно получаем дифференциальное уравнение относительно вот этого. Ну, обозначим тоже П с чертой. П0 к П0 к П0 к 0, значит, минус М0, 0. ДП с чертой в степени единицы на К. Вот это выравняется, значит, М с точкой условия. Ну, понимаем, сразу не буду ставить каждый раз эти, понятна, абсолютная величина. На П с чертой в степени минус 2 минус К на 2, К без единицы. Ну, если нигде в степенях не ошиблись, значит, ну, окончательное уравнение для П с чертой дифференциальное, значит, сейчас я выпишу. Пожалуйста, М-2. М-2. Покинем сюда. Сейчас я выпишу и покинем. Раз они уравнение минус. вот это А. А это, дальше, по-моему, М с точкой 0, 0 на М0, 0. Вот. И на П с чертой в степени К плюс 1 на 2К. Ну, вот тут за степенью я ручаюсь, что здесь всё, правильно, поскольку. Ну, это что? Единица на К на П с чертой. В степени единицы на К без единицы. Единица минус К делить на К. ДП с чертой. По ДТ равняется, значит, вот этой части. Так, ну, по коридору не идёт. Или кто-то прошёл. Отбой? Вас уже натренировались? Не реагировали? Ну, в общем, линейное дифференциальное уравнение, даже не просто дифференциальное уравнение, а просто производное дана, интегрируем. В каких пределах? От 1, 2 до 1. Конечное значение. По времени. В пределах от 1, 2 до 1. А если от бесконечности до 1, то и получаем бесконечное время, естественно. Давление через бесконечное время станет равным 0, ну и расход легко увидеть тоже, обновляется. Вот. Значит, конечное решение вы пишите сами уже, и найдёте отсюда время. Подставите П с чертой равное 1, 2, и численно найдёте решение. И получим где-то в районе 6 с чем-то минут давление будет падать. Так, ну у нас ещё первая пара не закончилась. Так что есть время. Так, считаем, что возвращаться к этой задаче не нужно. Значит, задача 1, 19. Она содержит две части решения. Две части решения. Первая. Так, один момент. Здесь по поводу того, что ещё надо? Время. А, только время, да? Ну, не худо бы здесь добавить, ну, по-моему, я об этом говорил на прошлом семинаре, что импульс, который испытает станция в момент образования дырки и когда давление упадёт два раза. Какое? Не только импульс силу. То есть станция в этот момент становится ракетой, раз истечение начинается из неё в обухо, через эту дырку. Причём все допущения, которые делалось тогда в удобной обтекаемости ради того, чтобы давление на внешней поверхности было постоянным, здесь автоматически выполняется, поскольку внешнее давление ноль. Практически. И тогда это полный импульс струи на срезе дырки. Вот эта сила. Начальный момент и конечный момент. Ну, восемнадцатая. Так, девятнадцатая виновата. Та же самая станция, но оговаривается, что она имеет некоторую толщину и, значит, форма от канала, которая образуется в дырке, в оболочке станции, может быть разной. И вот два варианта предлагается. Значит, первый вариант – конический канал, то есть ударяется. Мелкий астероид конической формы, пробивает насквозь оболочку станции и на внутренней поверхности круглое отверстие диаметром. Диаметр здесь не назван, значит, я диктую. Значит, площадь этого отверстия на внутренней станции. Значит, 7,07 квадратного сантиметра. 7,07 квадратного сантиметра. А внешняя площадь внешнего отверстия 27,07 квадратного сантиметра. Ну, или 27,24. Нет, по-моему, просто 27,2. То есть определяем число маха по функции кубку 0. Истечение происходит. Значит, мах там где-то около тройки, но более точное значение. Вы должны получить формулы для вычисления числа маха с помощью прямых итераций вам были даны. Определяете число маха. И далее... Теперь уже станция – это ракета, но соплом, со сверхзвуковым соплом, через который реактивная струя вобуха истекает импульс. Значит, надо полный импульс на срезе в выходном отверстии вычислить. Опять же, формулы эти вам давались. Без труда. Вот. И второй случай. Что касается времени, то есть в начальный момент времени, когда упадёт давление внутри станции в два раза, поскольку расход идёт всё время на режиме, где в самом минимальном сечении канала скорость сравняется к критической, а оно то же самое, что и в задаче 1.18, то и начальное и конечное, по начальному состоянию, а поскольку дырка одинаковая по площади, и в конечное состояние, то будет тем же самым. Но только импульсы будут разные, потому что будут разной скорости. И второй случай, когда внешняя оболочка станции имеет площадку. Площадь этой площадки дана. Ну, достаточных размеров. Прямоугольную, по-моему, тут сказано. Да, размеры. И внутри, посерединке, ну, вот такой, ну, понятно, что задача модельная или методическая, посередине строго, вдоль этой площадки, образовалась щель, через которую происходит истечение. Площадь щелей. Значит, щель – это цилиндрическая щель. Как это цилиндрическая? Ну, то есть, внутри этой щели, концевыми эффектами мы пренебрегаем, и внутри этой щели истечение происходит с постоянной скоростью, невязкая. Понятно, модель. Мы умеем пока только невязкие течения обсчитывать в какой-то мере. Значит, идеальный газ течёт, и скорость, раз сечение не меняется от внутренней поверхности до внешнего времени, скорость звуковая, критическая скорость. Но, поскольку снаружи давление ноль, по сути дела, то происходит разворот истекающей струи, вот этой щелевой струи, на эту площадку плоскую, симметрично, влево и вправо. Истечение происходит в так называемой волне Пран-Ля-Майера, классической волне Пран-Ля-Майера, благодаря которой поток истекающий разворачивается и обтекает вот эту самую площадку. Там, где площадка кончается, там наступает, так сказать, сферическая часть поверхности станции, в этом месте излом, и дальнейший разворот этой растёкшейся струи происходит таким образом, что происходит отрыв от этой струи. дальше уже обтекания этой части станции уже нет. Поэтому силы, которые испытывают станции, здесь складывается из реактивной силы по той же формуле, то есть полный импульс струи на срезе, то есть в выходном сечении на этой площадке, равной площади этой щели, и плюс ещё сила давления на эту плоскую часть от развернутой струи. По теории течения Пран-Ля-Майера определяется эта сила и добавляется к полному импульсу. И получаем и для начального, и для конечного случая эти значения. Ну, вот так. Давайте прервёмся теперь и после пяти минутки к второй части семинара перейдём. Так, ну чего, это я уберу? 20-я задача у вас есть, 1.20, значит, построить профиль сопла Лавали для камеры Эйфеля атмосферно-вакуумной трубы с вакуумной ёмкостью 200 кубических метров, обеспечивающего сверхзвуковое течение газа с равномерным ускорением потока внутри сопла до М равным двойке на выходе трубы и работа камеры при сверхзвуковом режиме и течении должна обеспечиваться в течение двух минут. Ну, дело в том, что на третьем курсе лабораторные работы уже, я думаю, да и уверен, что уже будут реально проводиться никакой удалённости прямо на установках. Есть у нас аэродинамическая труба атмосферно-вакуумная вот такого типа и примерно на такие параметры. вот там действительно установлено сопло на МАХ-двойку работа на воздухе работает. из течения в помещении лаборатории создаётся разрежение на выходе, то есть канал камеры от рабочей камеры до этих самых ёмкостей, они называются газгольдерами, объёмом точнее 240 кубометров, значит, он герметичный, вот, эта часть отделяется от атмосферы, от форкамеры, форкамера тоже отделена от атмосферы, герметичной заслонкой, которая мгновенно отстреливается, когда начинает, создаётся режим истечения. До этого момента она герметична, и вот эта область, примерно 240 кубометров, ну, плюс ещё можно прибавить примерно 6 кубометров, это трубопроводы от форкамеры до, ну, включая саму рабочую камеру, форкамеру, сопло и магистраль от рабочей камеры до газгольдера, значит, вот это всё, объём. Ну, принимается сразу 240 кубометров, и там вакуум создаётся, потом отстреливается заслонка, отделяющая форкамеру от атмосферы, и в ней практически мгновенно создаётся давление, равное атмосферному, а поскольку в остальной части у нас был вакуум, будем считать, из-за перепадов давления такого создаётся течение, течение по каналу сопла и из течения некоторое время существует в стационарном режиме в канале сопла, поскольку давление в форкамере это атмосферное давление, оно постоянно в это время, ну, температура, разумеется, то есть все параметры в форкамере, начальные параметры покоя, они поддержат в течение некоторое время постоянными и из течения из сопла с числом маха-двойка происходит тоже при постоянном ну, в стационарных условиях, то есть внутри канала сопла. Когда прекращается сверхдуковое истечение из сопла? Значит, из-за перепада в воздух, поступая в газгольдеры, увеличивает там давление, там конечное состояние покоя, но оно разное в разные моменты времени. При этом, двигаясь по каналу, как он называет, от рабочей камеры до газгольдера, в этом канале предварительно обеспечивается по возможности оптимальные условия торможения этого потока, замедления скорости. Но при этом происходит потеря полного давления, разные факторы, которые влияют. И итоговые потери полного давления приводят к тому, что у нас прекращается сверхдуковое истечение сопла. Вот если бы потерь не было, то оно прекратилось только тогда, когда в газгольдерах снова давление стало бы равным давлению внешней среды. раз потерь нет, течение изоэнтропическое всюду, и нет причин для нарушения вот этого стационарных условий. На самом деле из-за потерь полного давления при значительно меньшем давлении в газгольдерах, чем давление атмосферы, прекращается сверхдуковое истечение сопла. То есть что происходит? Режим истечения. Сначала у нас какой режим истечения из сопла? Будем считать, что в газгольдерах идеальный вакуум. Недорасширенный, разумеется, правда, давление на выходе из нашего сопла меньше, и в том числе и в рабочей камере, и всюду по тракту меньше давления атмосферы внешней среды. Ну, в данном случае внешняя среда это окружающее струю, давление окружающее струю воздуха в рабочей камере. По мере наполнения газгольдеров давление там повышается, повышается давление и в рабочей камере, в ней истекающей струи из сопла. Режим из недорасширенного переходит через расчетный в какой-то момент времени в режим перерасширения, когда скачки уплотнения с кромок сопла, ну, по схеме, невязкой схеме. Значит, эти скачки уплотнения становятся, ну, обратный конус, он становится по мере роста давления вне струи, перерасширение становится всё сильнее и сильнее и предел перерасширения, а внутри этой области вот этого конуса конического скачка, сходящего с кромок, внутри него истечение сверхукового с тем числом Махана, которое рассчитано на ваше сопло по её геометрическим размерам, то есть на М2, как оговорено. Но конус становится более крутым, там образуется мостообразная схема, такая в профиль, если смотреть, и в конечном счёте вот этот мостик, предел какой? Мостик занимает всё выходное сечение сопла, то есть при каком-то давлении струи, и вот этот предел существования сверхукового истечения из сопла. То есть по одномерной модели предел истечения, когда прямой скачок, предел перерасширенности, прямой скачок в выходном сечении сопла. Начиная с этого момента истечения сопла перестаёт быть сверхзвуковым. Вот это время это задано и до этого момента времени, пока сверхзвуковое истечение сопла расход, поскольку на входе сопла в форкамере это внешнее давление атмосферное, оно же неизменные все параметры, массовый расход один и тот же. Расход постоянен и заручившись потерями, вот потерями надо задаться. Конечно, они определяются не расчётом, они, как правило, определяются экспериментально. Ну, опыт экспериментаторов позволяет создавать возможно меньшими потерями выхлоп тром, говорят, выхлопном тракте трубы, каналы, вот этот выхлопной канал до Газгойлера. Ну, вот здесь в этой задаче не оговорено, на самом деле надо, конечно, оговаривать величину потерь, определяется она как отношение полных давлений конечного к начальному. Начальная в данном случае у нас эта атмосфера, а конечное, значит, то, которое в Газгольдерах. Конечное состояние в Газгольдерах это тоже состояние покоя. Большая громадная ёмкость, и там скорости ничтожно малы, поэтому принимаем тоже это законечное состояние покоя. И вот если оно дано по величине, то тогда и работаем. Вот Эдуард Евгеньевич Сон по умолчанию, вот то решение, которое он всё время разослал нам, преподавателям, там он принял это отношение 0,85, то есть потерь якобы совершенно ничтожные в их во втором тракте. Как минимум, как минимум это неправдоподобно, потому что при Махе двойка предел случая, предел как вот по одномерной схеме исчезновения сверхдукового истечения это прямой скачок. Если даже остальных потерь нет дальше за прямым скачком, после этого торможения идёт идеальным образом, поток дозвуковой дальше тормозится изоентропический, то и то потери получаются по-моему около 30%, ну по 0,72 получается отношение полных давлений. Ну подзабыл, можно сосчитать, формула длинная, но по ней можно всё сосчитать. Поэтому мы принимали другую величину. Ну кто какую хочет, тот такую и возьмёт. Только меньше, чем потери на прямом скачке, брать нельзя. терможения. Вот если вы это знаете, то у вас известен конечное давление. Если потери не задастся, начальное давление у вас известно, значит, по величине потерь вы знаете конечное давление в газгольдерах, конечное давление торможения. Уравнение состояния работает, правильно? Если процесс наполнения газгольдеров считать изотермическим, где-то, по-моему, оговорено, то есть внутри газгольдеров температура всё время одна и та же. Ну, у нас вот настоящие газгольдеры, они правда покрыты серебряной краской, ну, алюминиевой краской покрашены, чтобы сильно не нагревал их воздух внешняя среда. Но, тем не менее, металлические, и поэтому не является неправдоподобным допущение принять температуру воздуха в газгольдере равной температуре внешней среды атмосферы. Ну, зимой она низкая и наполняемость газгольдеров выше. До большего давления наполняют сами. Летом это похуже, время работы трубы. меньше летом, зимой оно побольше на несколько секунд. Ну, в общем, объём у вас известен, расход вы по расходу через критическое сечение рассчитали, начальной массой можно пренебречь, потому что даже если откачаны газгольдеры до давления всего-навсего 1 мм ртутного столба, это примерно так оно и бывает. Идеальный вакуум там ни к чему в этом случае. Он не даёт какой-нибудь существенного удлинения работы трубы на сверхзуковом режиме. Поэтому можно брать вакуум чистый, начальное давление нуля, конечное давление известно по величине потерь. Но если взяли 0,27, допустим, 0,3 берём сигма в отношении потерь. Начальная одна атмосфера, значит, конечная, когда прекращается в газгольдерах. Сколько атмосфер будет? Ну, 0,7 атмосфера, правильно? 0,7 расход известен, температура известна в газгольдерах. Ну, задаём нормальную, скажем, температуру, какую захотите. Зная расход, определяем время работы без труда, потому что конечное давление известно. Вот как только стало это давление равным этой величине, а наполнение изотермической газгольдера, то есть процесс состояния в газгольд изотермический. Ну, экспериментаторы установили, что там процесс так называем политропический с показателем политропы 1,1, то есть изоэнтропы это 1,4, а вот якобы эксперименты показывают, что можно взять не изотермический, а политропический с показателем 1,1, тогда тоже не проблема. Расход-то один и тот же, только давление меняется, то есть температура не постоянная, вот, и давление изменяется из температуры вместе по состоянию политропы. Уточняем тогда это время. Несколько другие могут. Ну, так, теперь, что касается линейного изменения. Не число маха, линейное изменение скорости по каналу сопла, причем имеется в виду от критического сечения, там, где достигается скорость звука, и вплоть до выходного, тем скорость растет по линейному закону, в зависимости от координаты. Ну, тут, опять же, вам воля полная. Хотите подробно, условно, разбивайте этот участок, длину этого канала, задаетесь какой-то длиной и мелкими шагами идете, или крупными шагами, вот. Чем более крупные шаги, тем грубее профиль получите, сглаженный. Ну, опять же, тут специально вам дана свобода самим задаться, только надо оговорить в этой задаче, когда вы делаете. Ну, вот так. Теперь скачки уплотнения. Скачки уплотнения. И давайте сразу картинку скачки уплотнения и волна разрежения Прадля-Майер. Значит, рассматривается плоская задача и обращаемся к обтекания двухгранного угла с изломом стенки на грани на угол больше, с поворотом на угол больше, 180 пи. Значит, вот это, вот полный угол. поток течет над гранью равномерным потоком, сверхзвуковым потоком. На угол больше, 180 градусов. И нас будет интересовать сегодня другая задача обтекания грани угла с поворотом потока на вторую грань на угол меньше, поворотом на угол меньше, 180 градусов. Вот. Значит, характер течения будет здесь разный. Ну, обычно вот этот угол обозначается, по-моему, угол омега. Поток равномерный течет вдоль этой грани сверхзвуковой. Ну, это будем называть один. А здесь М2 тоже больше единицы. Давайте вот здесь так, больше или равно. Это может быть больше или равно. А вот здесь строго больше М1, а здесь поток течет долей этой грани. М2 меньше М1. Понятно, что разная картина будет течения над этой гранью, где поток отклоняется. Значит, вот здесь это течение называется течением Праглемайера и состоит оно из области равномерной начальной, равномерной конечной и область, внутри которой происходит переход от этого сечения к этому, она имеет угловую форму. Угловую форму. То есть линии тока внутри этой области разворачиваются и текут и дальше параллельно этой грани ведут. То есть переходит поток равномерный начальной в более быстрый поток над второй гранью. Расширяется поток. Вот изменение параметров потока происходит только внутри вот этой угловой области. Здесь она и называется центрированной волной Праглемайера, но исходит из одной точки. Точка, излом является точкой возмущения. Вдоль каждой линии тока разгон идет изоэнтропический, поскольку начальное течение равномерное, то глобальное сохранение энтропии здесь всюду. Ускорение потока идет по тем соотношениям изоэнтропических, которые давались все время с функциями связи с караметрами торможения. Здесь всюду имеется ввиду изоэнтропическое торможение, по тем формулам, которые ранее вам давались. Особенность вот этих верн элементарных волн разрежения, стационарных, течение стационарное, все параметры на каждой из элементарных, вдоль каждого из лучей внутри этого угла, все параметры потока одинаковы по всех точках этого луча. И изменение параметров происходит только от одного луча к другому. То есть как бы поток локально равномерный. На каждом луче поток везде равномерный, одинаковый. Переход. Существуют таблицы, аккуратная теория дана, вы с ней познакомитесь, в учебниках она изложена, мы будем пользоваться только конечными соотношениями, которые нам потребуются. И здесь важно, что? Значит, начальное линии, начальный луч, начальный луч. Это называется характеристика для стационарного двумерного течения. Характеристика, она же линия маха и угол наклона альфа по отношению к вектору скорости набегающего потока. Для каждого из этих лучей угол наклона по отношению к вектору скорости для каждого луча определяется вот таким. То есть, это все линии маха. То есть, он состоит, это так бесконечно слабые волны разрежения. И задача решается с помощью дифференциальных соотношений, поскольку здесь течение непрерывной. Вот здесь теперь, вот эта задача. Ну, вот то, что мы имели из течения щели. Там разворот как раз на м1, разворот на стенку из щели, ну, асимметричные там, вот, асимметрии течения на одну поверхность на другую симметричную картину. Нижняя часть, половинка разворачивается на эту поверхность, а половинка на другую, на верхнюю поверхность. Вот это плосковое участко орбитальной станции. На начальное число М единица. Конечное я не сказал, значит, каждое, и, значит, конечное, поскольку конечное со сценой потока это тоже равномерное течение, но число Маха больше, чем для начального течения, здесь ускорение, это тоже линия Маха. Вот это. Значит, альфа 1 равняется арксинус М1 альфа 2 вот это альфа 2 а вот это альфа 1 ну альфа 2 соответственно арксинус единица на М2 не М1, конечно, единица на М1 я думаю, что здесь опять единица на М1 М же больше единицы какой же угол синус которого больше единицы это же нелепость и вы не поправляете вот значит, вот это течение параграммара вот в этой области конечное состояние нам, как правило, важно не то, что внутри а то, что после разворота оно обладает определенным принципом суперпозиции вот это течение то есть если начальное течение здесь М больше единицы М начальное М больше единицы то оказывается уравнения таковы, что можно можно рассматривать это течение как образованное изначального со звуковой скоростью начальное число М единицы разворачивается звуковая как говорят звуковой поток разворачивается на на этом на внешнем угле существует кстати предельный угол разворота то есть когда скорость достигает максимального значения после разворота как говорят разворот вакуум для воздуха теоретически 137 градусов с половиной примерно вот поток может развернуться но при этом температура равняется абсолютному нулю ну модель идеального совершенного газа температура давление плотность все обнуляется граница эта здесь вакуум неподвижный а вот за этой границей вакуум движущегося газа ладно это вот предел так вот при этом волна разрежения волна продлина занимает вот весь этот угол потому что здесь мах бесконечность скорость равняется предельной угол если мах бесконечность синус ноль значит это же и линия маха предельная и оказывается все остальные течения с махом превосходящим единицу содержится вот в этом начальном течении начальном сразу разобрать предельный случай число маха единицы начальное и разворот вплоть до вакуума как это делается просто отыскивается отыскивается луч внутри угла угол называется угол пран для майра как раз внутри угла этой волны отыскивается тот луч или та характеристика на которой число маха равняется заданному в нашей конкретной задаче поскольку это течение на этом луче локально равномерное то мы отбрасываем остальную часть не нижней по потоку а навстречу потоку остальную часть течения отбрасываем а здесь поскольку оно локально равномерное линии тока все рисуем начиная с этого луча там они дальше изгибаются а здесь они и рассматриваем как начальное течение с числом маха по условиям задачи заданным вот и конечное получает то самое которое тоже оговорено в данной задаче таблицы таблицы течения пранля мэра выстроены они выстроены для начального числа маха равного единице если у нас начальное число маха не единица мы отыскиваем в этих таблицах то значение где число маха после разворота там приводится только начальное единицы и дальше значение чисел маха и остальных функций при развороте на любой другой угол вплоть до предельного отыскиваем то значение числа маха которое соответствует оговоренному в нашей задаче отличного от единицы большего смотрим на какой угол звуковой поток развернут для того чтобы образовать это течение смотрим угол разворота звукового потока до конечного состояния оговоренного в задаче или определенного конкретной задачи для звукового потока и берем разность этих углов конечного для звукового потока вот и начального для звукового потока которое создаёт наше начальное значение числа маха. Эти углы называются условно-фиктивными. И вот в этом и состоит принцип суперпозиции. А газономические значения, численные значения газономической функции уже определяются с помощью известных газономических соотношений для изоэнтропических течений. Ну ладно, тут я задержался. Это просто того, чтобы, ну, может быть, более понятным стал характер истечения через щель. Задача 1.19b, когда там щель образована на плоском участке. Это пример как раз именно течения Пран-Для-Майера, с волной Пран-Для-Майера. Вот теперь рассмотрим вот эту картину. Начнём сначала с того случая, когда у нас нет никакого излома. Нет никакого излома. Вот, то есть место, где потом, ну, то есть вот наша стенка создана. Вот в этой точке, значит, это два квадранта. Этот остаётся неподвижно. Около этой точки мы можем эту грань поворачивать. Внутрь, не назад. Только не пускают здесь. Ладно. Значит, что мы можем сказать, вот эта точка. В принципе, она в данном случае, если здесь не очень совершенная, так сказать, стыковка, то здесь точечное возмущение потока. Над этой гранью течёт поток со сверхзаковой скоростью. Строго масс больше единицы. Значит, в этой точке создаётся локальное возмущение. Звуковое, по сути дела, можно считать, что звуковое. Звуковая волна создаётся. Здесь граница которой отделяющая невозмущённое течение, а тут слабо-слабо возмущённое, бесконечно слабо возмущённое, под углом маха. И арксинус единицы на М. Угол вот здесь, альфа. Если мы немножечко, здесь небольшой излом создадим, небольшой излом навстречу потоку, здесь поток развернётся и будет течь уже вдоль этой границы. И эта точка, если угол очень маленький, то возмущение практически не отличается от звукового по-прежнему. И будет исходить из этой точки. И поток при некотором развороте будет течь вдоль этой грани. Угол почти не изменится. Ну или там реально на бесконечно малую величину становится более крутым. Ну практически здесь считаем. Во всяком случае, важно то, что возмущение исходит из этой точки. Если мы ещё сильнее отклоним, то это возмущение уже звуковым не будет. И вот это как раз уже надо рассматривать как косой скачок уплотнения, присоединённый, то есть из этой точки под углом. Значит, если повернули вот более сильно, значит, уже возникнет исходящее из этой точки возмущение модели идеального газа, невязкого. Это фронт возмущения, отделяющий падающий поток, как говорят, падающий поток, от проходящего потока. Над этой гранью, в этом случае поток тоже равномерный. Число маха М2 уже будет меньше. Весь поток равномерный. И поток набегающий на этот переходит в сжатый. Ну, понятно, сжимается же, то что уменьшается. Но это сжатие происходит не непрерывным образом, а скачкообразным образом. Вот этот скачок, который возникает над этой гранью, который отклоняет поток, набегающий поток на угол Омега. Весь поток течет вдоль этой грани. Будучи поток равномерным, рассматривая плоскую задачу, вот такое безграничное течение здесь и безграничное течение здесь. Ну, а в другого рода задачах надо иметь в виду, что эти области могут быть и ограниченными. Просто надо каждый раз, анализируя эти течения, находить границу, где можно применять вот эти соображения, которые я сейчас излагал. Вот. И вот это течение называется течение в косом присоединённом скачке. То есть скачок исходит прямо из этой точки. Такое явление существует не всегда. То есть если мы эту стенку отклоняем внутрь набегающего потока, то до поры до времени картина течения вот такая сохраняется. Только скачок становится более крутым. Угол наклона уменьшается. Вот. И, соответственно, этот поток число Маха, разница между числами Маха, ну и между остальными параметры скачкообразно, она возрастает. Здесь скорость меньше, число Маха меньше, давление, плотность и температура больше. По сравнению с этими значениями этих параметров на бегающем потоке. Исключая давление торможения и плотность торможения, эти величины падают, то есть переходят через скачок уплотнения. А температура торможения сохраняется. То есть по параметрам торможения все скачки уплотнения в модели идеального калорически совершенного газа все параметры торможения, то есть по параметрам торможения скачок является изотермическим. Сохранение температуры торможения вытекает из закона сохранения энергии. Из закона сохранения энергии. Далее, поскольку здесь процесс течения не является непрерывным, то переход через скачок уплотнения, прямой или косой скачок уплотнения может рассматриваться не с помощью, разумеется, дифференциальных уравнений, а с помощью интегральных уравнений. Интегральные уравнения сохранения, они обычно так говорят. Ну, какие это уравнения? Уравнения неразрывности, непрерывности и так, и так произносят. Уравнение импульсов, векторные уравнения импульсов, естественно, поскольку здесь изменение вектора и величины, и вектора скорости происходит. И уравнение энергии. Значит, накладываются условия адиабатичность, то есть нет подвода и отвода тепла и уравнения энергии тогда для калорически совершенного газа. Ну, вот этот коэффициент, не помню, от показателя адиабатрии он не зависит. Ну, гамма мы обозначили, то есть капра обозначали. Вот коэффициент, к, можно его, не хочу, там звонок уже звенит, по-моему, ну, на критическое в квадрате. То есть имеется в виду, сохраняется температура торможения при переходе через скачок, критическая скорость сохраняется. Из уравнений импульсов, уравнений импульсов, P1 плюс ρ1, ой, U1N квадраты равняется P2. Сейчас поясню. но P2 плюс ρ1, Так, уравнение неразрывности. Значит, координаты вот имеются в виду. Значит, вот косой скачок, набегающий поток. Значит, здесь m1, набегающий, скорость u1, векторно. Значит, мы её разлагаем на две составляющих. Нормальные к фронту скачка и тангенциальные. И скорость... Так. Так, так. Ну, примерно, да. Так. Значит, вот это угол наклона скачка, а вот это, вот вектор скорости. А это угол поворота потока. Значит, это фронт скачка. Вектора скорости набегающего потока и прошедшего разлагаем на две составляющих. По нормали к скачку и по касательной, тангенциальной. Из уравнения, это уравнение неразрывности, ну, масса переносится через скачок. Масса переносится только нормальной составляющей, правда? Только нормальной. Поэтому сразу можно записать. Ну, кто не верит, пусть проверит. Потратит некоторое время и получит точное значение. Разобьёт скорость на две составляющих и получит расход. Через площадку выбирает какую-то площадку на скачке. Расход через эту площадку равен расходу прошедшего через эту площадку. Ну, и дальше использует это разложение вектора, векторов скоростей на две составляющие, получит, безусловно. А так, физически, я говорю, масса переносится в нормальной составляющей скорости. Так, уравнение импульса. Покомпонентно. Это по нормали к скачку. Вот. Это по касательной. В силу уравнения неразрывности сразу получаем, что тангенциальная составляющая при переходе через скачок не меняется. Меняется только нормальная. И нормальная должна быть всегда сверхзвуковой. Сверхзвуковой. Значит, прошедшего будет всегда дозвуковой. Ну, более детальный, к сожалению, по-моему, звонок на выход уже, да? Поэтому на следующем семинаре придется. В телеграфном стиле, по сути дела, этот материал придется. Вот. Ну и постараюсь поиллюстрировать его как-то, да. Конечно, громадное значение имеет вот в этой самой теории скачков уплотнения. Отдельно начинают всегда с теории прямых скачков уплотнения. Значит, частный случай всех этих соотношений дает прямой скачок, если у Тау равняется нулю. По нормалю к фронту скачка, если поток набегает. И почему он всегда сверхзвуковой, это мы тоже получим тогда на следующем занятии. Ну и потом уже постараемся перейти по мере возможностей уже по ходу дела разной примеры для, надеюсь, большего понимания материала. Так, какие-то вопросы есть у вас? Ну вот у нас 1 апреля, это четверг, будет большое заседание кафедры. Я надеюсь, что та флешка, на которой домашние задания были все, она в руках Эдуарда Евгеньевича, и он ее принесет. Потому что размножить, не имея этого материала в руках, ну вот этот пример, который я вам дал, вы можете, наверное, отсканировать. Да, вы это сделали, да? И раздали всем. Ну и молодцы. Вот и хорошо. А бумажные уже тогда, после того, как Эдуард Евгеньевич выдаст.